ну что же всем привет владимир вольский смотрите есть сховыще кстати кому интересно вот звук сирен у вас кого щетка идем посмотрим они сховыще сейчас посмотрим сирены забыли я все говорил когда мы уже посмотрим когда у них есть этот спуск в убежище а тут случайно арочка была открыта видите у нас дым смотрите звук сирен здесь вам сховыще смотрите куда ну вот так что мы посмотрим как сховыще выглядит а то я все сетовал что она закрыта она открыта ну собственно вот сховыще за двумя стенами необходимо находиться здесь свет в одном есть как видите тут мой свет можно включить смотрите видите нашел посмотрим удобство а тут что тут света нет удобств нет пока что кроме нас несколько человек только зашло сховыще открыли так что мы теперь знаем что она в теории может быть открыто вот такой выход такой вход герма дверь еще подсобочка есть темно а свет непонятно как включить но есть подсобочка розетки есть так что мы можем зарядить телефон но и вот водичка есть в баке есть тоже вода также свет есть мой вот и туалет кажется так что всем кому было интересно в туалете чисто пахнет хлоркой есть даже умывальник но в нем есть вода все нормально так что на крайний случай можно спуститься все-таки мы нашли вход в убежище несмотря на то что несколько раз жильцы этого двора игнорировали и не и не отвечали что можно сюда зайти и мы все-таки сюда попали вот так вот так что это оказалось реально вот они сидят с нашей тачечкой у нас теперь такой культ мы ходим по воскресеньям за баклажками с водой почему а потому что нам прекратили воду доставлять приходится с тележкой эти 5-литровые 6-литровые баклажки таскать превратились старых детков теперь тачка кровчучка они пойдем туалет смотреть все шо а чё нам сидеть вот здесь вы видите одинокий стульчик такой себе подвал на удивление побелили вот и розетки современные видите недопотопные современные розетки также можно зарядиться такой обзор бомбоубежища в центре города собственно свет есть самое что главное тумбочки пустые собственно главное что вода есть на воде может сколько человек продержаться на родней шесть-семь не знаю сколько даже есть один мусор на это самый бумажечку туда даже закину чистоту навел мусорный так как это ведерочка с пакетом насменных пакетов мусорных нет тоже такая мелочь нужно продумать и стульчики кто со школы перенес кто с офиса под они все стульчики целые но хотя бы что есть вот так вот будни в одессе какой это у нас день это у нас 4 апреля 3 к осени они не знают какой сегодня день мы думаем что или 3 или 4 апреля сегодня воскресенье короче пересидели мы в бомбоубежище в принципе лучше чем ничего но она не глубокая там получается нет вентиляции какой-то из зато есть два входа или два выхода ну вот по сути как обычный подвал не сказал бы шо на чего-то защищать защитит от у муслима на тренировке примерно та же самая история такой себе подвал в которой спускаешься и все но не такой что одна глубине что туда что-то там не достанет ну и холодно мы посидели пока тревога не отбилась и все и замерзли нормально продолжили путь со своей тачкой к таран тачкой но ты я вставляю фоточки как они сидят с тачкой в бомбоубежище водичка до порадовала вайфай бесплатно оказалось и без пароля добрые люди принесли организовали ну а так никакой инфраструктуры там нет для мусора пакетов нет никакой ни бумаги в туалете ничего не там немножко какой-то старый кусок мыла скорее всего бомжей же все разнесли если она была там где-то тумбы смотрел пустые так что туда нужно приходить прям совсем своим аля туристический набор под жильцы себя вели хорошо на меня чихнула собака даже разочек я сразу пошутил что это я могу быть нулевым пациентом и с этого и начинаются все глобальные заболевания да сам пошутил они говорит сам посмеялся и все мы вышли на этот на александровский проспект аня топает видите как она чашет своих новых серых штанах новая почта сегодня работает очередей нет но мы уже сели в убежище потому что очевидно понятно даже было что нас сельпо выгонят поэтому мы это пошли в убежище пересидели люди говорили что им скучно и двигаемся дальше урочек смотрите наконец-то по скидке можно взять с плесенью 43 гривны небольшой кусочек нам принципе не надо больше но очень вкусный получается по скидке 24.90 за килограмм ну вот попали в сельпо ну вот здесь пока что все спокойно мне показалось что на выпечку немножко уже поднялась цена мы приехали за водой вот такая тачка смотрите видите наискосок катимся по выгружали гречку сколько стоит крупа не купа пшеничная написано 39.91 за килограмм 27.99 стоит не так уж и дорого рис 41 19 килограмм горох 33 89 килограмм вот и сахар собственно сахар 26 29 килограмм такие пирожки а водичка вот такую вот берем иногда если нет больших банках мы за водой приплыли такая вот есть какая-то морщинская мне кажется у нас большой минерализации может быть посмотрим какая еще водичка может быть большой тари а никакой больше токова тари постоянно разная не очень выгодно конечно так 6 литров 47 59 между прочим но вот вода натурально газована 13 0 1 если взять блок вот так выглядит наша наполненная тачка кровчучка вот взяли таких два блока по 13 гривен за бутылочку и одну за 40 по 8 гривен 6 литров посмотрите есть какой прикол раздают что-то бесплатно и заботись про близких и из хорошего раздают кетчупа бесплатно ну вот какой-то кетчуп раздают и крупу что это мюсли на какие-то на русском не написано не успели перевести по скорее всего мы думаем что мюсли так что у нас двое мы возьмем две таких штуки по одной да но на человека правильно ну вот нас двое значит две штуки not и два кетчупа вот она с нашей телегой она бери она не может взять два кетчупа вот она стесняется по одному получается на человека вот так посмотрим если дают надо брать если бьют надо бежать вот такая идея ну вот и сходили в магазин кто эту материальную помощь организовал непонятно стиль поле это или нет пакуемся все она упаковалась покупки сделаны еще полдня мы в живых остались нас не разбомбило пойдем попробуем по тому же маршруту на доберемся может нас тоже не разбомбит вот смотрите такие штуки из сельфо вот это дали срок годности если кто-то хочет сказать что просрочка не просрочка это до 9 22 года срок годности на вот этих вот штуках био там каких-то на вот этот вот кетчуп где тут сроки годности конечно не пойми импортные бутылочки не все ясно она на этом до 9 22 срок годности произведено в двадцатом году ну видимо долго лежал вот так что в этом году это это закончится но я думаю что вот этот соус должен быть вкусный какой-то такой из грузии кстати джорджио видите написано это такое бы у нас я думаю что стоило порядка там 60 то есть 100 гривен мог бы стоить потому что ну именно импорт а такие мюсли они стоят у нас я думаю что тоже порядка 60 гривен могут стоить а может быть они даже и вкуснее если это мюсли я честно говоря тут все на не на русском поэтому так только догадываюсь ну вот из покупок мы купили вот таких вот штук оказалось что в маленьких на вафельки дешевле в маленьких пачках 72 грамма получилось по 10 гривен 39 копеек за одну пачку а вот если брать их в больших пачках то выходит 34 гривен значит это невыгодно потому что эти получится 30 одну гривен а те там 34 с копейками несколько гривен разницы вот они к чаю хорошо заходят и в рюкзаке их удобно носить сырочек но увидели я показывал 43 82 это баловство такое ну как и вафли в принципе баловство хлеб мы делаем тосты в тостере 30 гривен стоит но не буду там копейки уже где-то 30 копейки непонятно шо вот и воды взяли сельпо сейчас не дает чеки 378 гривен соответственно вот получилась покупка и 72 копейки это сельпо у нас значит воду купили 12 бутылок тоже грузинская вода 156 гривен 12 копеек получается за 12 бутылку полтора литра и морщинскую минеральную негазованную негазированную 47 59 за 6 литров не очень-то выгодно тоже ну вот а так я считаю что вода должна где-то стоит гривен 15-20 за 5 литров но это нужно искать такие магазины типа таврии вот так видите теперь чеки сельпо присылает только в приложении не согласен полностью с этим абсолютно у них достаточно должно быть денег чтобы купить бумагу чтобы ее завести тоже должна быть возможность ну а на этом эту серию заканчиваем сходили с вами в убежище посмотрели какие там делишки что там происходит в общем-то посмотрели сервис сходили в сельпо нас порадовало это вот приятные бонусы которые там можно было получить в сельпо тоже интересно наконец-то сервис дошел вот и собственно вот так и этот день у нас и проходит сегодня 3 апреля с вами владимир войске и ну что собственно до новой серии подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх всем пока давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен яркий красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все спасибо за просмотр!